Привет, друзья! Сегодня я расскажу о фильме в жанре научно-фантастического триллера под названием «Элизабет Харвест». Сложный, но очень интересный фильм. Научная фантастика. Или уже не фантастика. Глядя на развитие науки, начинаешь понимать – в нашем мире возможно всё. И режиссёр Себастьян Гутьеррес предлагает поразмышлять об этом. По горной дороге едет шикарный автомобиль. В нём пара – юная красавица в свадебном платье и пожилой мужчина. Девушка счастлива, ведь она украла его сердце, а он украл её от всех бед в свой тайный мир. Впереди дом, расположенный в красивом месте – горы, деревья и синее небо. Их встречают домоправительница Клэр и молодой мужчина, которого хозяин называет Оливер. Элизабет очарована красотой дома. Огромные стеклянные окна, уют и комфорт. У входа она видит чудесные цветы – белые орхидеи и лилии. А ещё понимает – Оливер слеп. Вечерний ужин, роскошный стол, вышкаленная прислуга и ночь любви. Утром муж ведёт молодую жену по дому. Он показывает ей дорогое убранство, картины и драгоценные предметы искусства. Вот роскошная гардеробная, в которой собраны модные наряды для девушки. Чудесная кухня. Комнаты одна красивее другой, и на всех дверях биометрические замки. В одном из коридоров Элизабет видит дверь из матового стекла и спрашивает Генри, а что расположено там. И муж говорит, что именно туда жена заходить не должна. Девушка возражает, она и не сможет этого сделать, ведь кругом замки. На что Генри говорит, что все биометрические сканеры настроены на параметры двух людей – её и самого Генри. На следующее утро Генри уезжает. Элизабет грустна, ведь это их медовый месяц. Она плавает в бассейне и вновь обходит дом. Элизабет спрашивает Клэр, почему же он женился на такой простушке, как она, Элизабет? Но женщина не даёт ответа на этот вопрос. Девушка проводит день за чтением, примеркой нарядов и украшений и танцами перед зеркалом. А вечером она видит, как Клэр и Оливер уходят из дома. Ночью девушку мучает бессонница. Она выходит из комнаты и бродит по дому, и сама не замечает, как приходит к запретной комнате. Любопытство пересиливает здравый смысл, и Элизабет входит внутрь. За дверью помещение, напоминающее лабораторию, кругом какие-то датчики и приборы. Элизабет нажимает кнопку на панели, и вдруг открывается дверца, и выкатывается стеклянная капсула, внутри которой лежит тело молодой женщины со шлангом во рту. Кажется, что она спит. Испуганная Элизабет бросается бежать, роняет столик и ранит палец осколком стекла. Утром приезжает Генри. Он играет для Элизабет на рояле. Правда, он быстро замечает, что мысли девушки витают в облаках. Генри видит забинтованный палец и спрашивает, что случилось. Элизабет оправдывается, она очень неуклюжа. И тут муж спокойно возражает. Она так хорошо врет, что даже страшно. Элизабет уязвлена. Муж так легко разгадал ее обман. Ночью Элизабет делает вид, что спит. Она слышит, как Генри идет в запретную комнату. Она крадется следом. Неожиданно Генри выходит из темноты. Он обвиняет Элизабет в непослушании. Девушка пытается оправдаться, что не видела ничего запретного. Но муж объясняет, что важен сам факт ее непослушания. Напуганная Элизабет пытается убежать, но везде натыкается на закрытые двери. Генри неумолимо идет по ее следам. Он настигает ее на лестнице, хватает за ногу и сбрасывает вниз, а потом бьет железной кочергой. В следующей сцене Генри, Клэр и Оливер копают могилу на лужайке и опускают туда труп Элизабет. После похорон все сидят за столом. Клэр просит сказать, что все кончилось. Но Генри говорит, что это еще не конец. Шесть недель спустя. Генри вносит в дом двойника Элизабет. Те же разговоры, те же действия. И опять Генри просит не входить в запретную комнату. Элизабет обещает выполнить просьбу мужа. Они опять любят друг друга, а из темноты за ними наблюдает Клэр. Ночью Элизабет не спится. Она ходит по дому и находит Клэр, сидящую в кухне. Элизабет заговаривает с женщиной. Ей все любопытно. Будто в голове возникает один вопрос за другим. Клэр пытается предупредить Элизабет о чем-то. Но входит Генри и уводит жену в спальню. Утром Генри уезжает и просит жену быть хорошей девочкой. Элизабет ходит по дому. Она зовет Клэр или Оливера, но никто не отзывается. Женщине скучно. И опять. Примерка одежды, украшений, ночное купание в бассейне и рояль в гостиной. И комната-магнит. Элизабет входит в запретное помещение и с криком выбегает из него. Ночью женщине снится кошмар, что девушка из стеклянной кабинки, похожа на нее как две капли воды, вышла из своего саркофага и пришла к ней в комнату. В это время приезжает Генри. Он видит, что жена напугана. Элизабет уходит в туалетную комнату. Но Генри понимает, что она тоже ослушалась его. Мужчина врывается к ней, хватает и начинает душить. Но она бьет его ногой в лицо и убегает. Генри преследует ее по всему дому. Попав на кухню, Элизабет вооружается ножами, а Генри тампоном с эфиром. Он садится за рояль и начинает играть. Элизабет расслабляется. Она слышит врага, но это уловка. Звучит пластинка, а Генри крадется к месту, где укрылась Элизабет. Он хватает женщину и прикладывается тампоном к ее лицу. Кажется, что игра проиграна, но последним движением Элизабет вонзает в него нож. Пара лежит на полу в луже крови. Элизабет приходит в себя. Генри мертв. Тогда Элизабет отмывает кровь с пола и приводит кухню в порядок. Укутывает труп Генри в ткань и грузит в лифт, после чего отмывается сама, выбрасывает обручальное кольцо и сжигает испачканную кровью одежду. Женщина звонит в службу спасения, но она не знает своего адреса, и в этот момент Элизабет видит Клэр и Оливера и делает вид, что все хорошо. Увидев живую и невредимую Элизабет, пара ошарашена, а девушка говорит, что Генри отдыхает наверху. Клэр идет на кухню и вдруг падает. Это сердечный приступ. Она дотягивается до телефона и звонит в службу спасения. Скорая помощь забирает Клэр. Элизабет пытается уйти, но Оливер говорит, что не может ее защитить, если она выйдет за дверь. Он понимает, что Генри мертв. Испуганная Элизабет пытается оправдаться, ведь это была самозащита. Оливер успокаивает девушку. Он сам ненавидел Генри и поможет избавиться от его тела. Парень спрашивает, что она помнит из своего детства. Она отвечает, что долго лежала в больнице, ее родители погибли в автокатастрофе, и она росла в детдоме, на что Оливер показывает ей дом неподалеку и говорит, что это было именно там. Они росли вместе. Клэр знает об этом лучше, ведь именно она работала с ней. Элизабет интересуется, кто же она такая. Оливер сообщает, она одна из шести клонов жены Генри, пятый номер. Девушка в шоке. У Элизабет настоящая истерика. Она хочет вернуться в медовый месяц. Оливер советует Элизабет уехать отсюда как можно дальше. Деньги можно взять в сейфе. Девушка идет в свою комнату. Она собирает вещи. Входит Оливер с дневником Клэр в руках. Он просит его прочесть, и пока девушка пытается разобрать почерк, Оливер запирает двери. Элизабет не понимает, что происходит. Она просит выпустить ее, но Оливер не преклонен. От отчаяния Элизабет начинает читать дневник Клэр. Она узнает, что Клэр получила приглашение Генри поработать с ним, потому что была видным генетиком. Приехав в дом ученого, она знакомится с Оливером. Но когда она узнает, чем будет заниматься, пугается, потому что оказалась посреди трагичной истории любви. Необъяснимой, неприятной и невозможной. Генри рассказал, что его жена умерла вскоре после рождения Оливера от очень редкой болезни. Ее гены внезапно и резко дегенерировали. Убитый горем муж клонировал ее клетки и воссоздал шесть копий, но болезнь проявилась и у них. Чтобы выиграть время, Генри построил криогенные камеры и положил туда тела в анабиозе. К моменту присоединения к проекту Клэр их осталось только четыре. Она приступает к работе и расшифровывает ген болезни. В это время Генри записывает сообщения и играет музыку субъектам. Он надеется, что это сформирует их память. Но очередная Элизабет не помнит ничего больше нескольких секунд и от этого страдает, ведь у нее нет настоящего внутреннего мира. Постоянное напряжение сознания становится слишком сложным для ее тела. Однажды она вошла в лабораторию и в ужасе сбежала. Ее нашли полицейские и привезли в дом Генри, где Клэр признала ее своей больной племянницей. Странные обвинения девушки списали на психическое расстройство. От чтения Элизабет отвлекает приход Оливера. Он принес ужин и просит ее вести себя хорошо. Но Элизабет набрасывается на него. Она требует назвать кот от двери. Оливер называет. Девушка идет в лабораторию. И там опять видит Оливера, который обрабатывает тело очередной, шестой Элизабет. Он просит поддержать ей голову. И пока пятая копия поддерживает голову своего клона, Оливер делает ей укол снотворного. Элизабет видит в бреду воспоминания своих предшественниц. И просыпается в комнате, прикованная к кровати цепью. Освободиться не удается. И она продолжает чтение дневника Клэр. Женщина вспоминает, как они продолжили исследование. Но через неделю клон умер. Клэр поняла, что нейродегенерация возобновилась. Она не справилась. Генри в отчаянии. У него ничего не получится. Он потратил столько лет впустую и вел себя как безумный. Но Клэр возражает. Как влюбленный. Между ними завязываются отношения. В комнату опять входит Оливер. Парень хочет знать, что о нем пишет Клэр. Элизабет рассказывает, что Клэр начала связь с Генри после смерти третьего субъекта. Женщина не знала, что Генри изменил образцы. А это значит, что ошибки Клэр не было. Она все-таки сумела остановить болезнь. И оставшиеся клоны здоровы. Оливер рассказывает, что в детстве он восхищался Элизабет. Ведь она была самым красивым существом, которое он видел. Да, тогда он мог видеть. Дети подружились, что не очень понравилось Генри. Однажды Оливер увидел, как Генри целует девочку. В ту ночь мужчина ослепил Оливера. Рассказав все это, парень ушел, а Элизабет продолжила чтение. Клэр писала, что она сама закончила связь. Ведь с Элизабет соревноваться невозможно. К тому же Генри рассказал о своей боли после потери любимой. И теперь он мечтает пережить ту первую брачную ночь. Клэр не нашла записи о том, что Элизабет рожала. И поняла, Оливер не сын Генри. Это сам Генри. И сделал он его, потому что боялся, что Элизабет не захочет его сегодняшнего. Утром Элизабет просыпается от прикосновения ножниц к своей шее. Оливер требует рассказать, что Клэр написала о нем в дневнике. И Элизабет признается, что Клэр считала его клоном самого Генри. Но это не так. Генри показал свидетельство о рождении, так что Оливер не Генри. Элизабет спрашивает, любит ли он ее, и предлагает ему потрогать ее. Девушка снимает брюки и подзывает парня. Оливер не выдерживает искушения и подходит. Он обнимает Элизабет, но девушка бросает его на пол и душит цепью. Приходится отдать ключи атаков и назвать настоящий кот от двери. Но тут в комнату входит Элизабет. Она целится из ружья. Девушки смотрят друг на друга. Они идентичны. Оливер пытается убедить новую Элизабет, что эта, в комнате, больна, что она самозванка и их враг. Пятая Элизабет возражает, что это не так. Они заложницы, и она просто хочет уйти. Послушавшись Оливера, шестая Элизабет приказывает другой лечь на пол. Но пятая Элизабет прикрывается Оливером. И когда шестая все же стреляет, пуля убивает Оливера и ранит пятого клона. Она пытается убежать, в то время как шестой клон рыдает над Оливером. Раненая Элизабет выходит из дома. В ее голове смешиваются все видения и образы, которые проходили перед ее клонами. Раздается выстрел. Это последний клон Элизабет убивает своего двойника. Последний вздох и последнее видение – она сама, склонившаяся к ее лицу. Утро. Последний клон читает дневник Клэр. Генри передает все свое имущество Клэр. Теперь она может продолжить исследование. Мужчина говорит, что он не собирался убивать того, кого хотел воскресить всю свою жизнь. Так вышло. Она умерла, и теперь приносит ему радость тем, что умирает вновь и вновь. И об этом не нужно никому знать. Эти версии – не его Элизабет. Только уничтожая их, он чувствует, что они настоящие, и Генри сделает все, чтобы с этим покончить. Элизабет заканчивает чтение. Она видит, как к дому подъезжает такси, из которого выходит Клэр. Они встречаются в дверях. Элизабет оставляет все Клэр, ведь она это заслужила. Элизабет идет по дороге, оставляя позади все страшное и непонятное. Всю жизнь ей снился прекрасный мужчина. Она украла его сердце, а он украл ее от всех бед в свой тайный мир. Но она больше не спит. Фильм наталкивает на переосмысление многих вещей, прежде всего вопросы этики. Может ли настоящий ученый, призванный улучшить жизнь людей, использовать свое открытие в личных целях? Да и клонировать человека без его согласия? Не преступление ли это? Даже самая великая любовь не может служить оправданием насилия над личностью? И как поставить барьер и оградить человека от такого проявления страсти? Друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом фильме. И не забывайте поддержать нас лайком и подписаться.